Мда, Форестер стал обычным кроссовером, а в этом курятнике драка нешуточная. У нас комплектация спорт, что само по себе насмешка. От комфорта там будет одно название, но зачем он вам? Вы же в лесу живете! Он отрастил пузико, американизировался, однако все еще травит байки о боевом прошлом. Продолжение следует... Дорогой дневник! Сегодня 22 сентября 2006 года. Ленка опять отказалась со мной пойти на свидание. Знала бы, что теряет. Новый трек от Бьянки просто бомба. По-любому на века. Дорогой дневник! Когда-нибудь я по-любому куплю себе новый форик. Мда. Наверняка среди ваших знакомых найдется хотя бы один, который мечтал или мечтает о легендарном Субару Форестер. Ну вот он, легендарный. Ладно, справедливости ради, конкретно этот автомобиль еще не заслужил подобных регалий. Легенды о Субару Форестере берут свое начало с середины 90-х, когда Субару придумали сделать на основе своей уже тогда легендарной импрезы семейный кроссовер. По факту тогда еще не было понятия кроссовер, и у них получился скорее универсал повышенной проходимости. Но насколько он был универсален и насколько проходим? Настолько, что очень быстро завоевал сердца автолюбителей. Крутая подвеска, разработанная с опытом участия Субару в ралли. Оппозитный двигатель, дающий низкий центр тяжести и сниженную вибрацию. Крутая система полного привода, дающая честное распределение 50 на 50 между осями. Абсолютно внезапно этот бонзай-ваген был крут как на трассе, где проявлялась его управляемость и динамика, так и у бабушки в деревне, где оказался полезен полный привод. При этом он мог оснащаться понижайкой. Видимо, в Субару рассчитывали, что их клиенты и правда живут в лесу и без этих атрибутов жить не могут. В 2002-м произошла смена поколений и, по большому счету, сменилась только внешность. Те же оппозитники, тот же полный привод, те же яйца, только круче. К тому же Субару не стеснялись пихать турбины в свой двигатель. Турбированные модели и смотрелись, кстати, внушительнее. Гигантское ноздря охлаждения турбины на капоте роднило его с американскими хот-родами и сразу давало понять, что за рулем хозяин дороги. Однако к третьему поколению Субару свернуло куда-то не туда. Мы немного перескочили вперед, но если кратко описать историю трех последних поколений Форестер, то с третьим поколением они кардинально сменили внешний облик, забрав у него последние элементы брутальной квадратности. С четвертым поколением пришел вариатор, а с пятым ушел турбодвигатель. Другими словами, Форестер стал обычным кроссовером, а в этом курятнике драка нешуточная. Давайте посмотрим, с кем он сегодня столкнулся на ринге. Ну, это Тигуан. И, как принято в Ваге, это конструктор. Вы можете взять абсолютно базовую комплектацию и накидать туда нужных вам опций. Так что за два с половиной можно собрать очень интересную машину. Тем более, это аэрлайн, мать твою. Шкода Кодяк. Расход вдвое меньше, динамика вдвое круче. И 1,8 в базе, а за два с половиной можно уже и с третьим рядом сидений посмотреть. За два с половиной, которые просят за базовый Форестер, вы получите максимальную комплектацию Суприм с двигателем 2,5 и шестиступенчатым автоматом на полном приводе. База SkyActiv уже доказала свою надежность, а на вторичном рынке CX-5 может потягаться. Да с кем угодно может потягаться. Ну и просто хороший автомобиль. За два с половиной миллиона он вам разве что кофе варить не будет. А ведь есть еще RAV4 со своей тойотовской неубиваемостью. Возможно уже не такой легендарной, но все же. Есть практичный, но не очень симпатичный Outlander. Есть просто практичный X-Trail. И все они будут явно дешевле, а кто-то и по-настоящему спортивным. Вы можете возразить, ведь у Форестера есть X-Mod, проходимости и бла-бла-бла. Но вот в чем вопрос. Если вам не нужно забирать детей на выходные из школы выживания в диких условиях, зачем вам эта проходимость в семейном кроссовере? Если уж так сильно припекает, за цену этого Форестер Спорт можно взять базовый ленд-крузер Прада. От комфорта там будет одно название. Но зачем он вам? Вы же в лесу живете! До их проходимости у него есть вопросы, но о них чуть позже. Что же представляет собой Форестер сегодня? На выбор вы имеете две атмосферные оппозитные четверки, 2 и 2,5 литра. Все они безальтернативно будут комплектоваться вариатором Line Air Tronic. И в этом, наверное, кроется основная беда этого автомобиля. До четвертого поколения машина могла быть оснащена гидротрансформаторным автоматом. Да, он, как и любой подобный автомат, не настолько расторопен, потребляя топливо цистернами, но его ресурс определенно выше, чем у вариатора. Диапазон использования шире, и даже такой автомат давал лучшую динамику, чем вариатор. А ведь была еще и механика, которую в современной вариации вообще убрали, ну, по крайней мере, на российском рынке. С вариатором можно забыть о резких стартах и пробуксовках, что, кстати, неизбежно при малейшем бездорожье. Так что хардкорные субороводы могут забыть про тапку в пол, если не хотят выкладывать сотни тысяч кровных рублей за ремонт или замену коробки передач. Второй немаловажный фактор – это турбодвигатели. В Subaru старой генерации вы могли взять себе, например, семейный кроссовер, средой обитания которого будут парковки торговых центров и пробки в час пик. Или же взять безумную повозку, запряженную 230 дикими скакунами, которая желает вас убить. Видимо, в Subaru решили прекратить практику истребления своих клиентов и отобрали у них это орудие самоубийства. А ведь не стоит забывать, что у нас комплектация спорт, что само по себе насмешка. Весь спорт здесь заключается в прострочке на сидениях и шильдике на багажной двери. И все это приводит нас к выводу. Subaru смыли со своих машин боевой раскраска Манчи, сбрили их ирокезы и отправили нянчить детей и выращивать гладиолусы. Однако кое-чему время пошло на пользу – интерьеру. Даже несмотря на кнопки обогрева сидений из 80-х, салон выглядит свежо и презентабельно, а все элементы находятся на своих местах. Дверь багажника может снабжаться электроприводом, и в него без труда поместятся все положенные семенину коляски, пакеты с продуктами и мешки с картошкой. Возможно, интерьер Forrest'а звез с неба не хватает, но он вряд ли будет раздражать вас дешевым пластиком или плохой эргономикой. Но все это вряд ли станет аргументом для настоящего фаната Subaru. Истинному субороводу важно, чтобы его верный конь пролез там, откуда другие убегут звать мамочку. И здесь все не так однозначно. Система X-MOD честно отрабатывает свои деньги. Она гребет, закусывает буксующие колеса и снова гребет. Однако геометрия автомобиля не всегда с этим согласна, и тогда кузову становится больным. Нет, забери, забери, забери его, а потом... Передний бампер слишком низкий и длинный, а еще очень дорогой, и любая яма, которая не вписывается в его мировоззрение, может стать для него последней. Геометрическая проходимость – это ахиллесова пита нового Forrest'а. Ее хватит для прохождения раскисших дорог у бабушки в деревне, но для большего вам лучше купить настоящий внедорожник. Оторвав все ненужные элементы от автомобиля и применив магию монтажа, которая призвана скрыть то, что на машине стоят другие колесные диски, мы переместились в приемлемые для нового Forrest'а условия. Вот здесь он чувствует себя вполне комфортно. И, наверное, этого и достаточно. Семейному кроссоверу не место в болоте по соседству с ленд-крузерами и патролами. Максимум, что он должен сделать – довести вас и ваших друзей до места, где вы будете пить пиво и жарить шашлыки. Если, конечно, жена отпустит. Субтитры создавал DimaTorzok Что в сухом остатке? Это уже не тот безумный подросток, которого мы знали в 90-е нулевые. Он отрастил пузико, ему уже лень срываться в спринт с каждого светофора, но он еще может сгонять на рыбалку, если сильно напрягаться не надо. Он американизировался, повзрослел, однако все еще травит байки о боевом прошлом. Стоят ли эти байки 2,5 миллиона рублей в базе и 3,2 вот в такой комплектации Sport – решать вам. Справедливости ради, такая цена обусловлена японской сборкой и нашими дикими пошлинами. Но факт остается фактом – это автомобиль дороже конкурентов, не обладает какими-то сравнительными преимуществами, и он уже не дает вам повода каждому встречному говорить «У меня Субару!» Элвис покинул здание. Субтитры создавал DimaTorzok Ничто в этом мире не стоит на месте. Ну, кроме автоваза. Все меняется. Люди влюбляются, женятся, наблюдают рождение своих детей, их первые шаги и неизбежное взросление. И как тот юный парнишка, грезивший о Форестере, стал взрослым мужчиной, мужем, отцом, так и его кумир Форестер вырос. Он уже не рвется в бой, навстречу новым приключениям, он заботится о семье своего хозяина. Но, блин, почему так дорого? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Антонов, мы пока не знакомы, но ты меня узнаешь. 92-й на 300. В смысле? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ